Добрый вечер и мы снова подводим итоги и говорим о нашем городском хозяйстве. Неделю назад мы уделили достаточно много времени, говорили о том, что в центре города устанавливаются мусорные подземные контейнера на фасадах, также о том, что устанавливаются сети бокса на фасадных улицах. Сегодня хотелось бы еще уделить внимание достаточно интересной инициативе, которая хорошо зарекомендовала себя в нашем городе, которую мы сделали в рамках нашей схемы санитарной очистки города. Это локации под сбор негабаритных отходов, негабаритного мусора. То есть это старая мебель, кондиционеры, в общем весь негабаритный мусор, негабаритные отходы. Таких это локаций было 6, сейчас их в городе уже 8. Мы открыли дополнительные в Киевском районе и в центре города. И до конца месяца мы откроем еще 2 на Черноморке и еще одну в центре города. То есть всего их в нашем городе будет уже 10. Как и говорил я год назад, мы рассчитываем на то, что должна быть одна такая локация на 100 тысяч населения по нормам. И вот уже на этот показатель до конца месяца мы выйдем. Хочу напомнить, что если у вас дома появилась старая ненужная мебель, какие-то элементы мебели, окон и так далее, их не надо выносить и оставлять возле контейнера или на фасадах улиц. Их можно вывести на наши локации для сбора негабаритных отходов. А адреса этих локаций вы можете найти на сайте департамента и на сайте Одесского городского совета. Также то, что мы анонсировали год назад о том, что появятся лицевые счета у наших ЖКСов в домах, тоже уже сегодня могу отчитаться о том, что в ЖКСе Черноморский и в ЖКСе Фонтанский уже лицевые счета есть и на подходе остальные наши ЖКС. Что такое лицевой счет дома? То есть фактически житель многоквартирного дома может зайти в этот личный кабинет и посмотреть, какое текущее состояние счета дома, сумма какая накоплена у дома и что, собственно, участвовать в том, что за эти деньги необходимо, какие работы в доме выполнить. Еще раз повторюсь, в ЖКСе Черноморске уже эта система работает и хорошо себя зарекомендовала. В Фонтанском пока в тестовом режиме ведется наполнение, но тоже уже это работает, уже во многих домах она доступна и на подходе. А остальные ЖКСы, как я уже и сказал. Ну и на завершение хотелось бы отметить, что силами специалистов наших вагоноремонтных мастерских мы закончили модернизацию очередного трамвайного вагона и новый Одиссей выйдет на улицы нашего города уже на следующей неделе. То есть модернизация этого вагона полностью завершена, вагон готов. До конца года мы собираемся выпустить еще один Одиссей Макс. И, собственно, те обязательства, которые мы взяли на себя на этот календарный год, мы выполняем по количеству как односекционных, так и многосекционных вагонов. На этом на сегодня, наверное, из новостей все. Как всегда, через неделю мы говорим о нашем городском хозяйстве и все, что его касается. До свидания.